Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Павел Багрянцев, я являюсь предпринимателем, интернет-бизнесменом, видеоблогером, спортсменом и много-много еще чего можно обо мне сказать, но это не самое главное. И в этом видео я бы хотел не совсем официально, естественно, рассказать вам о том, что меня поддерживает, что поддерживает мой дух, когда происходит в жизни некоторый упадок. Я уже рассказывал свою историю о том, с чего я начинал, как я заработал первые деньги, к чему я пришел, мне удалось заработать свой первый миллион в 27 лет и, друзья, это круто. Но я вам скажу, что не это хорошо, потому что мне приходилось проходить через многое, есть хлебные корки, есть засохшую гречку в холодильнике, а иногда даже и засохших макарон в холодильнике нету, и ты идешь к друзьям и просто питаться, потому что дома больше нечего есть. Ну что ж, такое получилось. И знаете, мне иногда кажется, что намного легче с самого нуля, с самых низов чего-то достигать. Это легче, чем когда ты зарабатываешь определенные деньги, то потом падать вниз. То есть возвращаться к тому, ну не возвращаться к тому, что было, есть уже опыт, есть багаж, есть еще что-то. Но была со мной однажды такая ситуация, которая как бы меня заставила задуматься. Когда что-то перестало получаться, когда не идет бизнес, когда рынок сильно меняется. Даже дело не в кризисе, на меня, по-моему, кризис даже так не влиял, как, ну в принципе, те события в жизни, которые могут произойти у человека. Я даже как-то записывал видео, что кризис – это ни о чем. Все нормальные предприниматели в кризис выживают, и мы тоже в кризис достаточно хорошо зарабатываем, у нас в бизнесе хорошие обороты. Вот, поэтому кризис, я считаю, он только в голове. Ну так вот, и самое сложное – это подняться, когда ты доходишь до определенного уровня дохода, и потом его вдруг не становится, а ты привык уже жить по-другому. У тебя есть там квартира, которую нужно содержать, да, ты там смог себе купить хорошую квартиру. Есть автомобиль, дорогой, объемная страховка, на которой тоже стоит денег. есть там домашние животные, которые тоже, да, содержание которых тоже обходится в копеечку, потому что домашние животные специфические. Я сейчас не говорю только про себя, я не буду говорить только о себе, я говорю в общем. И в общем, в жизни вот приобретается вокруг тебя много каких-то хороших, классных вещей, и по сути это пассив. Пассив, который не приносит деньги, но он приносит тебе эстетическое и моральное удовольствие, то, что у тебя это есть, ты это купил, ты на это заработал. И вот представьте, в какой-то момент этого, ты это все не можешь содержать. У тебя есть первый вариант, либо ты это продаешь, есть второй вариант, либо ты все-таки начинаешь работать, чтобы хотя бы это все купить. И тут есть две психологии, психология финансовой грамотности говорит о том, что нужно от пассивов избавляться. Но, если ты когда-то дошел до такого уровня, что ты смог все это приобрести, может нужно немножко сменить вектор и сказать, что, а почему бы не попробовать больше зарабатывать. Потому что, если ты вышел на одну, как бы на определенную планку в жизни, то понижать эту планку только за счет того, что финансово грамотно было бы так, я думаю, нелогично. Я думаю, что вообще, вот сейчас понятие финансовой грамотности, оно для каждого формата доходов, оно разное. Если у человека мало денег, он мало получает, ему никак не накопить, то ему нужна финансовая грамотность в самом классическом ее проявлении. Это сократить расходы, оптимизировать затраты, считать и так далее. Когда человек дошел до доходов, что он может себе позволять в принципе все, путешествовать, ездить, но он очень хорошо живет, то если у него денег не стало, он все продает и опять живет как бы, да, немножечко копеечка в копеечку. Я посчитал, что это неправильно в свое время, и я принял решение, что я буду работать не над сокращением расходов, а над увеличением доходов. И это, знаете, был отличный урок в моей жизни, потому что я понял, нельзя одними цитатами, мудростями или одной психологией или одним подходом к чему-то решать все проблемы в твоей жизни. Ну вот прочитали вы умную книгу, умная цитата, допустим, да, работать надо не руками, а головой, ну к примеру. Но в вашей жизни вот происходит такой период, когда если ты поработаешь руками, ты станешь там еще больше миллионером, да, там в два раза, ну вроде бы удивительно, да. А вот поговорка «работать надо не руками, а головой» она в это не клеится. И я этим хочу сказать, что не нужно привязываться к каким-то шаблонам, каким-то стереотипам и не нужно все время исповедовать одну модель поведения в бизнесе относительно денег и так далее. я вот понял, что жизнь настолько гибкая штука, она в каждой ситуации настолько по-разному себя проявляет и законы успеха, они везде работают по-разному, а где-то вообще могут не работать. Вот это я усвоил просто на 5 баллов. И с того момента, как я это понял, в моей жизни все случилось так, что я начал наверстывать. То есть мне не пришлось все это продавать, от этого избавляться и так далее. Я начал набирать темпы, потому что я понял, что в моем периоде жизни сейчас нужно думать об увеличении доходов. Если я это когда-то смог сделать, я эти результаты могу превзойти. И когда я это начал делать, знаете, все вернулось на свои места. Опять пошел денежный поток. Конечно, это все делается не быстро. Пришлось подойти и искать новый подход к каким-то бизнес-процессам, искать новых сотрудников, какие-то новые бизнесы открывать и так далее. Но, тем не менее, все вместе это дало достаточно приличный оборот и смогло вернуть все на свои места. И вот это был для меня такой урок, что однажды я был на грани отчаяния, когда настолько не хотелось возвращаться в прошлую жизнь. И я понял, что, наверное, даже мне было тяжелее вернуть все на свои места, чем с нуля достигать чего-то. Хотя сложно сказать, да, что тяжелее, как бы как это измерить, как понять кому легче, а кому нет. Это тоже такой вопрос риторический. Я могу оценивать только исключительно свои эмоции, свои переживания. И, друзья, суть этого видео ни в чем, у этого видео нет смысла. Я его записываю просто так, чтобы поделиться этими мыслями. Если вам не нравится, ставьте лайк. Если понравилось, поделитесь с друзьями. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии. С вами был Павел Багрянцев, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok